Всем привет! Ну и сегодня мы поговорим о такой актрисе, как Шеннон Эмири Ли, которая родилась 19 апреля в 1969 году в Лос-Анджелесе в Калифорнии и была вторым ребенком в семье популярного актера Брюса Ли и его супруги Линды. Первым в семье родился Брэндон, ставший впоследствии тоже актером, как его отец. К сожалению, жизнь талантливого брата Шеннон оказалась недолгой. В 1993 году он погиб на съемках фильма «Ворон», так и не успев ощутить в полноте своего счастья творческой и семейной жизни. С 1971 по 1973 года семья Шеннон проживала в Гонконге, а после смерти Брюса отправилась в США. Они жили в Сиэтле, Вашингтоне, Лос-Анджелесе. В 1987 году Шеннон окончила школу и тогда же поступила в университет в Новом Орлеане, учебу в котором завершила в 1991 году. В 1993 году после смерти Брэндона Ли Шеннон отправилась в Лос-Анджелес и через год вышла замуж за Яна Кеслера. Впоследствии в 2003 году у супругов родилась дочь Рена. Актерскую карьеру Шеннон начала в 1993 году. Тогда она снялась в фильме «Дракон. История Брюса Ли». После актрисы появилась в таких картинах, как «Высокое напряжение» 1997 года, «Входят орлы» 1998 года, «Уроки ассасина» 2001 год. Кстати, в 1998 году актриса появилась в китайском городовом вместе с Амахунгом. В 2001 году снялась в научно-фантастическом фильме «Эпоха». В настоящее время Шеннон продолжает творческую деятельность. Одновременно актриса занимается активной общественной работой. Например, выполняет обязанности президента фонда Брюса Ли. Также актриса совершенствует и свои вокальные навыки и умения. В 2003 году Шеннон приняла участие в записи альбома «Механические силы любви» группы «Медицина». Актриса превосходно исполнила песню для фильма «Китайская сила». Многие прочили Шеннон трагическую актерскую карьеру, помня об актерских судьбах брата и отца. Однако актриса не верит предрассудкам. Последний фильм на данный момент это «Тейкин» 2012 года. Также Шеннон продюсировала такие фильмы, как «Легенда о Брюсе Ли», «Как Брюс Ли изменил мир», «Я Брюс Ли» и сериал «Воин». У Шеннон есть новый проект, который называется «Маленький дракон», где она является как продюсером, так и сценаристом. Не обошли и скандалы Шеннон. Компания «Брюс Ли Интерпрайзес», принадлежащая дочери Брюса Ли Шеннон, подала иск против китайской сети фастфудов «Рэл Кунг Фу» из-за незаконного использования образа актера. На логотипе «Рэл Кунг Фу» изображен темноволосый мужчина в позе, напоминающий чем-то Брюса Ли. За это Брюс Ли Интерпрайзес требует взыскать с сети 30 миллионов долларов, а также запретить ей использовать образ. В «Рэл Кунг Фу» на это заявили так, что местные власти дали ей разрешение на использование такого логотипа. Он принадлежит компании уже 15 лет. Ну и второе, я надеюсь, последнее и вами наверняка известное. Разрешение на показ в Китае нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» было отозвано на неопределенный срок – за неделю до премьеры, которая должна была состояться 25 октября 2019 года. Причиной отмены релиза послужила жалоба дочери Брюса Ли, недовольная воплощением образа ее отца в фильме. По словам Шеннон, Тарантино приврал характер мастера боевых искусств и показал его в невыгодном свете. Режиссер не пошел на уступки и заявил, что тот и вправду был заносчивым парнем. И вот на этом, пожалуй, все. Единственное, что я нашел по Шеннон – я не нашел ее тренировок, подготовку к фильмам, но вот все, что есть. На этом все. Вот она такая, Шеннон Ли. И не забываем перематывать кассеты на начало. Субтитры создавал DimaTorzok